всем привет мы сегодня на элеваторе покажем вам как будем крепить точнее диман будет крепить он покажет как будет по стене полу спайдерменом пеленовую веревочку статика 100 метров старые веревки кучу всего чтобы и страховка была и все было чем задача у нас сегодня в принципе простая относительно не считая того что объект не очень легкий там в общем надо весь кабель поменять потому что то ли лопнул то ли что-то кто-то его повредил он напитал влагу и в аппаратную попадает влага поэтому заказчик сказал поменять далеко-далеко вот срастили да все как по уму как обучали все красиво ништяк спускаем х и дальше все не прошло и наверно часа да как мы только верю сейчас спускали веревки димана дверь всем чем можно обвесился на все случаи жизни прикольно какая-то мягинка меня новую хренатень купили не знаю приобретен чем грегри работает и вот грегри прям чувствуешь и нажимаешь у мары и еще что-то там я на ваще восьмерку взять с собой они за третий просто повесить для веса еще бы найти смелость завершится рация на всякий случай взять мы проверим так прием прием диман короче сейчас перелазит завешивается только пошел крепить я кабель прокладываю вместе со всем фаршем и он к тому блок и все и потом жду он докрепляет вытягиваю все веревки вверх сматываю из 250 метров веревки тащу вниз а сейчас я ему передам уже камеру он с ней полезет так что не переключайтесь оставайтесь смотрите до конца знаете закончим это ночью пишет так ну надо застраховаться до надо застраховаться до кого ты меня она мне потом наверно помешает вот поэтому я не люблю отвесные стены так вывешивать а сколько метров 77 по моему элеваторы божди а я все взял все обязательно муфтуем да работает наверно следующий наш шаг не обосраться главное назад не смотреть ребята не в кармане не в этом застегнут у меня летал уже больше есть куда наступить то блядь а есть она не совсем главное не обкакать а кабель опускай вот вечно я влажу всякие передряги вообще две веревки узлы завязаны грюха правильно одета да еще раз пробежимся это через жопу тут кабель у меня идет ну да ладно как сидеть когда калачи мешает мягенько 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 ой 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 вниз посмотрел а к чему стрепить константин где вообще наш кабель это наша пачка нет они наши это вообще наш кабель рост новый новый первые шаги всегда медленно идут а потом все нормально я на сидушке сижу сейчас успокоюсь ну вот не прошло и трех часов я прошел два метра висеть очень страшно высоко в горле все пересохло ну работать можно вот так вот идем дальше прием прием вот вы сейчас сидите в своем офисе и думаете как же вам жарко как вы устали ну не знаю не ну можете ошибаюсь может быть вы не сидите в офисе и висите как я на стене но слушайте конечно это страшно я сейчас уже повисел привык прошел получается метров десять осталось пятьдесят ну в принципе все нормально я адаптировал самое страшное это повисать а потом уже более менее нормальные две веревочки ужур за спиной красота птички поют или какают или я как вы или птички непонятно ну поехали дальше костян ты меня слышишь костя о ништяк она случайно не закроет что-то там люди большие количества шли на вахту а что надо сделать чтоб узнать сейчас попробую ну единственный вариант позвонить туда куда единственный вариант позвонить туда куда я звонил им сказать ну а сейчас я тут смелости наберусь ой как страшно то телефон доставать вы бы знали походу у нас сегодня закроют расскажите каковы ваши ощущения если вы если вы висите то вам так же страшно ли это мне одному кажется или я такой трусишка попробую попить попробую попить попробую попить так то че хорошо работа высотник как на табуретке по сути только страшно о че то я затупил точно я же слезу и тебе открою точно вроде более менее привык теперь процесс пошел быстрее как то тут че то там боком раком придумал ну наверно половину то прошел уже точно здесь уже припекает солнышко но мы не сдаемся нам хорошо кстати хочу подчеркнуть чем ниже спускаешься тем больше вот это место которое сжимается заваривается расслабляется точнее в самом начале было страшно сейчас вообще просто ни о чем получается я прошел уже больше половины осталось метров 20 наверное ориентировочно висишь думаешь о хорошем свежий воздух надо вот так приходится делать потому что что это спусковина надо рукой второй придерживаешь что это сосьмерками конечно попроще все еще раз наверное восьмерку возьму вот штука тоже прикольная на нее обзор на тоже сниму расскажу называется как-то на г в кармане инструкция есть так а вообще вы на двух веревках бы висели в данной ситуации или нет скажите пожалуйста товарищи подписчики но я уже почти все прошел уронил кепку надо ее достать перепутано запутано грязно а потом самое интересное вот по вот этому каблерозу до того контейнера мы с собой лестницу не взяли вот как бы вы поступили в этой ситуации напишите прием прием ястреб вызывает птичку ястреб вызывает птичку а ты давно уже закончил минут 5 пошел за кепкой жена домой не пустит без этой кепки мишин комплит ну все осталось чуть-чуть о прокопал мы делаем все на совесть а самое главное надежно ну теперь то самое интересное горизонтальный каблероз в метрах десяти от земли я не знаю каким чудом они туда доставали но будем пробовать ну что веселье начинается метр прокрепил и цепануть то незачем ё-моё пускай так будет карабин отстегивайся веревка расслабляйся как нибудь одной рукой не знаю какой же я фигней занимаюсь говорила мне мама учись а я учился на инженера не стал бакалавром но вроде как что-то якобы чуть-чуть там боком раком получается даже я в комфорте сижу он пристегнут так ну что ж продолжение у нас вчерашние эпопеи села камера прям пока дима на элеватор и лес поэтому ничего не вышло пока дать плохо вчера мы успели только заменить кабель полностью все сделали начали включать появился и потом у нас сейчас это говорю ну и короче антенна почему-то не видится не работает все моргает кабель целый прозвонили протестировали ну а так вот вчера поменяли сейчас покажу вам откуда что куда вот он получается отсюда провели тут прокрепили потом поднялись там долго-долго крепили и потом вон туда вверх вот она оказалась самая дикая трасса мы тут точно ну реально часа наверное 4-5 пробарахтались очень долго все это было дело ну что ж наши приключения продолжаются походу мы просто для контента это решили снять дело было не в бобине два дурака сидели в кабине так сказать короче мы это тут оказалось два приапроксимы ну как бы мы и думали но мы думали одна не работает нам сказали и вроде как нам показался клиент который там смотрит в общем получилось так что мы кабель то поменяли все правильно внизу выткнули его тот который с водой протек но утащили его на другую антенну которая была выключена поэтому ничего не могли понять ни заказчик не мог понять порт моргает ну не заходит в итоге короче настройки все поперепутано только сейчас разобрались что за херня сейчас дима прицепится наверное да сейчас дима прицепится короче я пойду на ту сторону стой сниму кабель и сюда пригоним да нет этот то как раз мы провод и типа меняем а тот там же и оставим да вот этот сдохший короче мы не туда благо там они рядышком друг с другом и мы просто сейчас вернем этот кабель назад о ну еще плюс то что спали 4 часа прям вообще ну никакие замученные уставшие ой катакомбы катакомбы перепутали перепутали с кем не бывает я так думаю и хотя это нара только с нами замучились уже совсем работой заработались так как мы обрезали сюда под притычок отсюда уже мы не дотянем поэтому тот который тут оказался целым мы его перетянем на ту сторону ну по сути то какая разница мертвый кабель мы поменяли включили вот так вот зато тут мы аккуратненько сделали трасса получилось 105 метров на сальник не глючит тестировал нет давай ладно на всякий случай проверим все таки так а ты все забрал ну кусачки стяжки все забрал ну все пошли так вот почему сейчас не делать прикольно это жесть ребенок попадет вообще наверно вложит вот тут маленькую горку и работает же да наверное еще во время советского союза построили на 1 70 какого лохматого года но этот элеватор это папируса писали еще вернулись туда где сколько месяца три назад строить замечания саморезы не устроили это заводской крепеж на саморезах ну да что мы не доказали я ему сказал он сказал я не хочу потом бегать переделывать но хватит все знаю здесь ну 1 такой смрад все подведем итоги сегодня мы исправили вчерашний косяк перепутали антенны с кем не бывает согласитесь наверно у хотят те кто новую стройку делают вряд ли у них это было ну кто-нибудь то путал сектора то я думаю точно даже при новой стройке путали я тоже путали мы оптику бывало пучками затащишь и потом сидишь там разгребаешься один внизу сидит тыкает кнопки включает по секторам и дергает оптику второй на верху смотрит где лампочки краснеют ну вот поэтому сейчас мы все это устранили там все заработало здесь мы замечаем устранили у нас было замечание саморезы вроде бы там только если сама антенна когда-нибудь отвалится крепление там точно никогда не творится состояние организма вообще уставшая сонная ничего не ходит если сейчас еще на семидесяти на какую интересную вообще бы всем не было ладно подписывайтесь на канал ставьте лайки видитесь увидимся дальше